Информационная война Информационная война Информационная война Информационная война Информационная война что происходит в Турции, что происходит на Кипре. Мы как бы здесь, в общем-то, люди спокойные и имеем возможность анализировать и выдавать определенную аналитику. Студенты это, кстати, понимают. И они говорят, ну вот если создавать какую-нибудь редакцию какого-нибудь такого студенческого СМИ и опираться на внешний ресурс, ну то есть, например, на деньги какой-либо политической партии, либо силы, а хорошо ли это? И вы знаете, вопрос на самом деле не такой уж простой. Дело в том, что все политические силы, они все равно, и кроме ценностей, связанных с государственническими целями, все равно исповедуют определенные краткосрочные интересы, например, те же выборы 2016 года в Думу. А это краткосрочные. Я думаю, что любой российский гражданин, который понимает, что происходит на белом свете, который поддерживает президента, он, не будучи членом никакой партии, тем не менее является, ну как бы, сочувствующим участником партии, государственников России, которых интересует, а что будет со страной через 10, 15, 20 лет? В какой стране будут жить наши дети, особенно внуки? И как сделать так, чтобы вот эти все конфликты, вот эти все сложные ситуации, через которые мы сейчас проживаем, их сыграть так? А сыграть — это коллективный вид спорта на самом деле. Вот чтобы страна вырулила, одного Путина мало, и даже весь его аппарат, включающий Министерство иностранных дел и Министерство обороны, этого мало. От того, как люди здесь сыграют, тоже очень многое зависит. И мне кажется, что вот эта тема, связанная с партией государственников, не учрежденная, не официальная, не брендированная, это есть вот нечто, о чем стоит просто подумать. Я начал вот такую затравочку сегодня потому, что очень много вопросов о дальнобойщиках. Эти вопросы задают и нам, задают и другим, там аналитикам. И в Москве это обсуждается, на всех ток-шоу. Я хочу дать краткую справочку того, что это за движение было, почему оно в конце ноября фактически было приурочено к инциденту на границе Сирии с Турцией, и что на самом деле с геополитической точки зрения это движение подразумевает. Дело в том, что еще в 2011 году был принят закон об этой системе электронного контроля и взимании оплаты за тяжелые грузоперевозки. Дорожный налог платят легковые автомобили, а вот не была упорядочена эта сфера. Дело в том, что так сложилось исторически, что железнодорожные перевозки, но кто был предпринимателем и, например, пытался перевезти партию леса по железной дороге или, например, десяток контейнеров и так далее, они сталкивались с такими проблемами, что не все через железную дорогу можно перевезти. Были фильтры и ценовые, и в то же время организационные. Вообще сам проект войти на железную дорогу – это тоже большое количество труда. И тогда появилась ситуация, при которой удельный вес многих грузоперевозок перешел на автомобильные колеса. И вот тогда возникла ситуация, когда люди бросились в этот бизнес, появилась работа. Они стали покупать машины, они закредитовались, и они стали, в общем-то, в этом бизнесе пытаться зарабатывать. Появилось огромное количество мелких, средних, крупных фирм, которые… Страна-то большая, перевозить надо. Это на самом деле как кровеносная система, которая осуществляет, ну, такое слово, товарообмен, продуктообмен. И это, в общем-то, кровеносная система. Если ее остановить, то страна может и не выжить такого удара. И вот здесь наши геополитические партнеры, американцы, которые, естественно, в длинную, в долгую через свою агентуру управляют стратегическими процессами, они еще 4 года назад вот задумали именно такую комбинацию. Сейчас случилась ситуация, при которой и кризис, и уменьшение работы, и закредитованность. И в этой ситуации появился Платон, который, в общем-то, налог небольшой, но дополнительной куче существующих расходов, он на самом деле психологически действительно некомфортный. Но тут появилась вот какая особенность. Дело в том, что сами по себе дальнобойщики, я просто описываю ситуацию. Мы в Крыму, мы как бы находимся в достаточно компактной территории, эта проблема для нас не очень, ну, как бы актуальна внутри, хотя на самом деле все, что мы получаем с территории России, приходит прежде всего за счет дальнобойщиков, через переправу, и понимать вот эту механику, в общем-то, даже и полезно. Дело в том, что сами по себе дальнобойщики – это работяги, которые работают в поле, работают за рулем, и даже если компания средняя, выходить на митинги там просто некому. Там либо ты работаешь, либо ты изображаешь. И вот эта ситуация, когда активность, вот этот вот естественный, не то что протест, а возражение, что давайте-ка пообщаемся и подрегулируем, ручки покрутим на этом пульте, чтобы было более комфортно всем работать, вдруг появляется прослойка политиканов, которые не только начинают предъявлять требования государству, они начинают писать манифест, в котором все пункты, если хотя бы даже один выполнить, государство прекращает свое функционирование, оно просто распадается. И это на самом деле очень принципиальный момент. То есть у дальнобойщиков есть определенные интересы. Они экономические, сословные, это вот социальный слой людей, которые зарабатывают себе на хлеб насущный вот таким вот достаточно тяжелым бизнесом. Правила, которые были сформированы еще начиная с 2011 года, сложились таким образом с учетом кризиса, с учетом санкций, с учетом закредитованности предпринимателей, покупавших дорогие импортные машины. И если посмотреть в манифест, там есть, например, такой пункт, уменьшить принудительно цены на запчасти. Все машины импортные, то есть валютная выручка, речь идет о том, чтобы компенсировать разницу в курсах, это значит дополнительная нагрузка на государство. Вообще государство наше, как социальный договор между различными группами населения, он подразумевает, ну, распределение общей нагрузки. Я вам скажу, что вот этот блэкаут в Крыму, который произошел, и он длился, ну, почти три недели. Он вылетел в копеечку немаленькую для всей России, потому что даже если посчитать количество сожженного бензина и сожженной соляры, я имею в виду не только той, которую предприниматели или хозяева сами жгли для своего освещения, а государственные запасы, которые были вброшены в Крым. То я вам скажу, что там сумма небольшая. Любые вот такие удары по бюджету, любые такие, они все равно нарушают ресурсную устойчивость страны, с учетом того, что мы на самом деле живем в достаточно сложное время. И получается ситуация, при которой простые люди, предприниматели, которые действительно зарабатывают в сенах лет тяжелейшим трудом, они осуществляют жизнедеятельность кровеносной системы самого большого государства в мире. И вдруг их оседлала группа политиканов, которые начали писать политические требования. Причем политические требования не как общественный договор между разными сословиями, разными лицами этого государства. А как политические требования, ну практически майданного свойства, мы требуем то, 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 и любой пункт, какой ни возьми, оказывается, что если его выполнить, государство прекращает свое существование. Я хочу сказать важную вещь. Вот партия государственников, с которой я начал, она на самом деле подразумевает, что государство, как социальный договор, когда у нас есть пусть с оговорками, пусть не все идеально, но, тем не менее, государство на порядок сильнее, чем было в Украине, на секундочку. Порядка действительно больше. Мы посмотрим на Кубани, с точки зрения мусора, транспорта и других там аспектов социальной жизни, тоже на порядок больше, просто они прошли более длинный путь, они с 2000 года начали это строить, пришли к какому-то уровню организации жизни, нам этот путь просто предстоит. Но государство это для нас является, ну, опорой, на которую мы все можем опереться. И вот представьте себе, что в какой-то прекрасный момент, не дай бог, конечно, американцам при помощи своей агентуры, которая умеет оседлать то или иное общественное движение, вдруг удается это государство превратить, например, в что-то похожее на Украину, когда заканчивается все, и опереться не на что. Нету ни силовых там ведомств, нету ничего. Все дальнобойщики, которые сейчас кричат о своих правах, причем кричат вот именно в контексте вот этого манифеста разрушающего государства, они, в общем-то, потеряют все и работу. И на самом деле, если придет такая же война, как на Украину, закончится все. И вот с этой точки зрения я это все сейчас рассказываю только для того, чтобы предприниматели, люди, которые живут на земле, которые зарабатывают себе на хлеб насущный тяжелым трудом. А у нас в Крыму тоже хватает людей, которые до сих пор кричат, а почему вот так вот, а почему вот так? Ну, то есть есть такая позиция, знаете, сесть на диване и считать, что все вокруг должны. При этом социальный договор, он такой, что, ну, надо что-то давать и взамен. Трудом, предложениями, управлением, знаниями, я не знаю, еще чем-то. И вот в этой ситуации, вот пример с дальнобойщиками, которыми, безусловно, нужно разруливать. Безусловно, вот эту систему Платон, которая, кстати, очень важный момент, ведь для чего такая система введена? Если учесть, что огромное количество грузоперевозок, всех грузов, и продовольствия, и одежда, и топливо, и ресурсы, и медикаменты, они движутся по территории колоссальной страны на автомобильных колесах. И у нас на самом деле, вот еще недавно были вопросы насчет уничтожения контрабандных продуктов. Зачем их там убивать, в смысле уничтожать, лучше их отправлять на Донбасс? Это все тоже есть элементы надстранового глобального управления, которое из-за рубежа пытается управлять этими потоками. Через таможню, через неконтролируемые маршруты. То есть эта система Платона, она помимо того, что снимает плату за использование дорог, она еще и определенные маршруты просматривает для того, чтобы просто контролировать, куда зашла та или иная фура. Ведь незадекларированный товар или товар, который там по левому инвойсу, с заниженной ценой, либо еще какие-то, в котором в конце концов может лежать несколько ящиков автоматов Калашникова для разных спецопераций. Машина, которая там, контейнеровоз, которая идет по маршруту, и вдруг отклонилась от этого маршрута. Произошла какая-то спецоперация, люди выбежали и сели в другую машину, которая тоже отклонилась от маршрута. В конце концов, это влияет на элементы государственной безопасности, и это тоже надо контролировать. То есть сама система Платона, которой уже столько копий поломали разные люди, она на самом деле решает массу задач, необходимых. Именно на сегодняшний день, когда мы живем в очень сложное время, и огромное количество не только надстрановых сил, но даже стран, нас тихой лютью ненавидят. И для того, чтобы управлять всеми этими процессами, нужно, безусловно, систему эту видоизменять, устанавливать правила более справедливые, более щадящие, именно для этого момента. Но в конце концов, все равно контролировать дороги надо и обеспечивать жизнедеятельность кровеносной системы. Но это как отче наш. Без этого мы просто никуда. И вот эта вся картина, которую я нарисовал про дальнобойщиков, она на самом деле очень показательна в том смысле, что мы вступаем в достаточно сложное время перемен. Мы уже вступили. Мы вступили еще в 2014 году, наверное, с ноября 2013. И вот это время требует не только дисциплинированности на уровне партии государственников, то есть чтобы люди не спешили выбрасывать эмоции, не спешили возбуждать, например, людей, которые еще меньше понимают, не сеяли панику и хаос. Ну, во-первых, просто для того, чтобы не пить по вечерам таблетки и не успокаивать себя алкоголем. А очень многие до этого тоже доходят. А еще и стараться понимать, что происходит на самом деле. Устраивать обсуждения, устраивать встречи со студентами, с предприятиями и так далее, звать экспертов не только меня, звать специалистов, которые смогут на раз, два, три спокойно рассказать, что было, что будет, чем сердце успокоится. От стабильности общества, от того, насколько мы будем не только, знаете, сплоченными, близкими и так далее, но даже от скорости прохождения информации, вопрос-ответ, вопрос-ответ, зависит стабильность нашего государства, зависит вообще наше будущее. Это ценность, которая стоит намного дороже трехнедельного отключения света. Это неприятно было, но это можно было пережить, и мы на самом деле пережили почти. Свет еще местами отключается, мы ждем второй ветки энергомоста, но на самом деле пик вот этих неприятностей мы уже прошли, и это подтверждают все. Тут не надо никого агитировать. Помните, в самом начале, в понедельник, вот когда на воскресенье начали отключать свет, речь шла всего лишь о том, чтобы подождать до 20-го. На дворе 9-е, а уже нет такой остроты вопроса. Уже даже и Украина начинает пытаться нам каких-то подбросить мегаватт, и мы даже еще как-то посмотреть. То есть в этой ситуации спокойствие в верхней части туловища играет очень важную роль. Не паниковать, не заводиться, не давать возможность агентуре западных государств возглавлять то или иное протестное движение, не бегать, не кричать. Проблемы, безусловно, есть. Проблемы есть и с точки зрения коррупции, и с точки зрения взаимодействия властей с разными социальными группами. Этих проблем много, но в стране существует заявительный характер правовой системы, и если нет заявлений, если нет документов, написанных от конкретного лица, то и дела нет. То есть в кулуарах нагнетать обстановку, рассказывать, что все плохо, все пропало, и при этом не написать ни одного заявления согласно закону об обращении граждан, ни в прокуратуру, ни в службу безопасности, ни в соответствующие службы. Я понимаю, что будут возражения, их все равно не принимают. Их нужно писать просто правильно, нужно понимать, как получать регистрацию входящего, и как получать ответы. Это материалы для обращения в суд. Заявительный характер любых проблем, которые есть в обществе, он гарантирует то, что при надлежащем, ну как бы, знаете, государственник это же не только просто назвался, я государственник, я за государство, но еще что-то сделать надо. Понятное дело, это тоже труд. Понятное дело, проще махнуть рукой и сказать, что это вот неправильно, все и не так, и не должно быть, но тем не менее от граждан тоже очень многое зависит. Как они реагируют, как они паникуют, не паникуют, насколько есть вообще документы оборот согласно закону об обращениях граждан. Если есть какие-то проблемы, их нужно выносить на общее рассмотрение. В конце концов, возможности для того, чтобы улаживать отдельные аспекты общественной жизни, гармонизировать общественную жизнь в России на порядок больше, чем в Украине. Там было право занос или недозанос, а здесь есть государственническое право, когда граждане могут и должны беречь свое государство, как социальный договор, который на самом деле предназначен прежде всего для того, чтобы и рождаемость была, и чтобы мы прошли через это время достаточно бурных катаклизмов глобальных, и чтобы наши дети индуки жили без войны и, в общем-то, рожали детей, и на этой земле было счастье и достаток. Понятное дело, что речь вот во всем этом, что я только что рассказал, вопрос, конечно, упирается в грамотность. В юридическую грамотность, в управленческую грамотность, в грамотность управления различными процессами, в умение жить в коллективе, в умение взаимодействовать с другими людьми. И в связи с этим я встречаюсь с теми же студентами не только для того, чтобы там сформировать какой-то план действий совместный, но и мне даже задали вопрос, а вот что вы можете предложить на телерадиокомпании «Крым» для того, чтобы улучшить этот процесс, чтобы научить людей? Мы открыли курсы, тренинги по ораторскому делу как управленческой дисциплине. По вторникам и четвергам приглашаю вас на Богдана Хмельницкого, 15. Если интересно, подходите. Мы там на самом деле изучаем очень многие вопросы, которые связаны и с китайскими стратагемами, как правильно поступать. Мы изучаем ораторское искусство как управленческую дисциплину, как делать монологи, публичные выступления перед аудиторией, как проводить совещания, как вести себя молодому назначенцу, которого назначили на предприятие со штатным расписанием 150 человек, и вот он пришел в незнакомый коллектив, что ему делать первый день, второй, первый месяц. Там на самом деле очень такие интересные методики, как правильно играть. Документы оборот, юридические вопросы, история Российской Федерации с точки зрения управленческих кейсов, как проходила история 20 века во всем его многообразии с точки зрения русской разведки, с точки зрения управленческих кейсов, какие были особенности 16-17 годов перед февральской революцией и октябрьской, почему так все произошло, почему офицеры русского генерального штаба, например, блокировались большевиками и вместе с ними осуществили октябрьский контрпереворот, что было в 1933 году, что было в 1927, почему 1939 год считается годом освобождения от иностранного управления, знаете, вот когда полный государственный суверенитет Советский Союз получил, наконец-то, и так далее, и так далее. Это все очень полезно с точки зрения молодых управленцев, с точки зрения людей, которые и думают, и просто по себе думают, и хотят вписаться вот в историю российского государства, а мы молодая, молодой субъект федерации, мы вернулись в состав Российской Федерации, и у нас достаточно большой энергетический, интеллектуальный потенциал, у нас большое количество людей, которые хотят, но им надо только вот дать немножко информации и немножко научить. Поэтому хочу еще раз пригласить по вторникам и четвергам с 12 до 2 по адресу Богдана Хмельницкого, 15, милости прошу, пообщаемся, поговорим, познакомимся, и из этого может получиться какой-то толк. Что касается общеполитической ситуации, которая на сегодняшний день сложилась в мире, мы с вами занимаем очень миролюбивую позицию. Тот факт, что Российская Федерация вмешалась по приглашению в конфликт в Сирии, на самом деле это очень правильный, очень выверенный шаг. Мы должны были это сделать, причем именно в этот момент, потому что если бы мы опоздали, там бы уже вовсю действовали другие государства. Список их достаточно большой. Ну, собственно, список этих государств четко понятен, куда побежал президент Турции после сбития российского бомбардировщика, и с кем он консультировался. Там список стран просто выписан. И вот та фраза президента Российской Федерации, что если драка неминуема, то нужно бить первым, она на самом деле не только о вооруженном конфликте, не только о применении военно-космических сил Российской Федерации. Война — это такое дело, и наша информационная война, как составная часть общей понятия войны, это еще и кроме оружия, это информация, это дипломатические каналы, это по факту, явочному факту, когда, например, пролетели же те же калибры, крылатые ракеты из Каспийского моря, и пролетели на секундочку над оккупированным Ираком, как это могло случиться, если американцы там, ну, в общем-то, держат поляну. Как получилось так, что из Багдада звонили в Вашингтон и докладывали, что Россия будет применять крылатые ракеты, они будут пролетать на территории Ирака, иначе будет международный скандал, это фактически агрессия. И тем не менее, Вашингтон прозевал эту ситуацию, вот это на самом деле тоже работа, и тоже военная работа, причем дипломатическая, информационная, работа со СМИ, работа с населением, и так далее, и так далее. И вот эта война, она, наше участие в Сирии на шестом приоритете на вооруженном, на дипломатическом, на приоритете средств массовой информации, на взаимодействии с международными элитами, вот этот удар первым, он показал всему миру, что Россия из 24-летнего, ну, такого, замаскированного состояния вышла действительно сверхдержавой, которая сегодня на Ближнем Востоке играет одну из ключевых скрипок. Нельзя сказать, что больше, чем Саудовская Аравия, или Турция, или Израиль, или Сирия, но тем не менее, стали игроком, с которым считаются, и который по явочному порядку, явочным порядком, вот есть Россия, есть база Хмимим, и есть вооруженные силы, которые еще и глушат своими уникальными радиоэлектронными средствами, РЭП, радиоэлектронной борьбы, все РЛС, любых стран, которые, в общем-то, в этой зоне находятся. И не считаться с Россией невозможно. Тем более пролет этих калибров, применение наших вооруженных сил, наших систем залпового огня всему миру показали, что мы сейчас по ложечке чайной в базарный день показываем наши возможности. Мы вошли в такую, знаете, алгоритм такой, показать миру это, показать миру это, показать вот это. А и многие страны стали задумываться, что если попытаться ударить Россию, то что они будут делать, если, например, они не будут по чайной ложке в день. Это тоже является огромным сдерживающим фактором, который удерживает мир от скатывания в Третью мировую войну, в эту ядерную войну, либо в локальный какой-то конфликт с применением грязного оружия и так далее, и так далее. Кстати, в 2014 году примерно та же ситуация и была. Помните, многие кричали, Россия в виде войска на Донбасс, почему Россия не вмешивается, почему она не защищает русских, почему у Крыма такая судьба, у Донбасса такая. На самом деле Россия, не применяя оружие, всего лишь проводя маневры у границ Украины, причем маневры самые разные, причем учения и ракетных войск стратегического назначения, и разных сухопутных военно-воздушных сил, самим фактом проведения маневров в 10 километрах от зоны боевых действий, она проявляла политическое движение такого порядка, что это утихомиривало в какой-то степени украинские и американские вооруженные силы. Это тоже большого стоит. Сами по себе учения, это же ведь не только погонять солдат по полю, это еще и взаимодействие управления, это штаб, это взаимодействие, это движение команд, это вся система отдачи и получения команд. Это по большей части вот эти все учения, они проводятся прежде всего для штаба, для центра, для управляющего звена, для ставки верховного главнокомандующего. Из всего вышесказанного, мне показывает, остается одна минута, хочу еще раз сказать, что какой бы политической партии не принадлежали граждане Российской Федерации и крымчане, мы все с вами являемся членами партии государственников. Это очень длинная ценность, там как минимум речь идет о 20-25 годах, как будут жить наши внуки. И все наши мысли, все наши поступки должны быть соразмерены именно с пониманием вот этого длинного, длинносрочного аспекта. Не заистерить вот сейчас, ой, все пропало, а думать о том, как сманеврировать, как вырулить из этой ситуации и в конечном счете победить. В конце концов, наша программа называется «Информационная война», и она вот уж точно не о поражении. Победа у нас неминуема. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok